Итак, сегодняшний урок русского языка посвящен теме глагол как часть речи. Солнце называют костром, Один костер весь мир согревает. Давайте же попробуем подобрать с вами слова, чтобы определить, какую работу выполняет наше солнышко. Что же оно делает? Оно греет, улыбается, светит, смеется. Попробуем поставить с вами слова в стихотворение Мой Дадыр Чуковского. Одеяло что сделало? Убежало. Простыня что сделало? Улетело. И подушка как лягушка что сделало? Ускакало от меня. Слова убежало, улетело, ускакало обозначают действие этих предметов. Глагол это часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы, что делает, что делал, что будет делать и другие. С левой стороны у нас имена существительные. С правой стороны у нас глаголы, действия предметов. Попробуем соединить, найти пару. Не торопитесь, подумайте. Если у вас получилось так, задание выполнено верно. Самолет что делает? Летит. Маляр что делает? Красит. Конь что делает? Скачет. Врач что делает? Лечит. Рыба что делает? Плавает. И кузнечик что делает? Прыгает. Я надеюсь, с заданием справились все. Сейчас нам предстоит выписать глаголы. Вспоминаем, что глагол это действие предмета. Поэтому мы с вами будем искать действие предметов. Рано утром дедушка идет на речку. Рядом с ним бежит наш кот Рыжик. Дед рыбачит, а кот ждет свою рыбку. Вспоминаем, что глаголы обозначают действие предмета и отвечают на вопрос, что делает, что сделал и так далее. Дедушка что делает? Идет. Рядом с ним бежит наш кот Рыжик. Кот что делает? Бежит. Дед рыбачит. Дед что делает? Рыбачит. А кот что делает? Ждет свою рыбку. Слова идет, бежит, рыбачит, ждет обозначают действие предметов и называются глаголами. Существует алгоритм для нахождения глагола. Надо прочитать слово, задать к нему вопрос и определить, что оно обозначает. Открываем учебники на странице 149. Находим упражнение 5. Нам предстоит изменить число имен существительных и выяснить, изменится ли при этом глагол. Листья пожелтели. Что? Листья – это существительное, во множественном числе стоит. Значит, и глагол пожелтели тоже множественного числа. Кто? Ласточки – множественное число. Ласточки что сделали? Улетели. И глагол тоже стоит во множественном числе. Дуют ветры. Что? Ветры. Ветры что делают? Дуют. Стоит тоже во множественном числе. Сейчас мы изменим число имен существительных. У нас получается лист пожелтел, ласточка улетела, дует ветер. Существительный лист, ласточка и ветер стоят в единственном числе. Следовательно, и глаголы стоят тоже в единственном числе. Значит, мы можем сказать, что глагол изменяется по числам. Запомните, действие одного лица, что делает, это единственное число. Действие нескольких лиц, что делают, это множественное число. Итак, сформулируем вывод по следующему плану. Как изменяются глаголы? Глаголы изменяются по числам. В каком числе могут употребляться глаголы? Они употребляются в единственном и во множественном числе. Что обозначают глаголы в единственном числе? Обозначают действие одного предмета. Что обозначают глаголы во множественном числе? Действие многих предметов. У глагола, кроме всего, есть начальная форма. Это неопределенная форма глагола. В начальной форме глагол отвечает на вопросы, что делать, что сделать. Что делать? Писать, решать, читать, думать. Что сделать? Списать, прочитать, подумать, сказать. Сделаем с вами вывод по нашему уроку. Глагол – это часть речи, которая отвечает на вопросы, что делать, что сделать, что буду делать, и обозначает действие предмета. Вам предстоит выполнить домашнее задание. На странице 148 упражнение 3, на странице 149 упражнение 7 и на странице 151 упражнение 11. Кроме этого, в учебнике на странице 148 вы познакомитесь с правилом. Спасибо за урок. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами урок математики. На этом уроке мы познакомимся с новой темой. Наша тема называется «Деление». Давайте с вами решим задачу. В книге 12 страниц. Буратино читал по 4 страницы в день. За сколько дней он прочитает книгу? Как мы можем ответить на вопрос задачи? Чтобы записать решение, мы с вами воспользуемся действием деления. И используем знак деления. Знаком деления являются две точки. Решение запишем так. 12 делить на 4 равно 3. Значит, Буратино читал книгу 3 дня. Теперь посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. У нас с вами дается 12 кружочков. Нам надо их разделить по 4. Итак, вот мы разделили с вами по 4, и у нас получилось 3 группы. Следовательно, 12 разделить на 4 будет 3. Теперь нам дается 6 квадратов. Эти 6 квадратов нам надо разделить по 2. Итак, мы разделили их, и у нас получилось 3 группы. Значит, 6 делить на 2 равно 3. Ага, мы разделили, и у нас получилось 2 группы. Следовательно, 6 деленное на 3 равно 2. На этом слайде у нас дается 8 треугольников, и нам надо их с вами разделить по 2. Вот мы с вами отделили их по 2, и у нас получилось 4 группы. Значит, 8 делить на 2 равно 4. А теперь давайте с вами эти же 8 треугольников, но разделим по 4. И у нас получилось 2 группы. Значит, 8 делить на 4 равно 2. Так же, как и при любом действии, числа при делении имеют свои названия. Как же называются числа при делении? Итак, первое число 6. 6 это делимое, то число, которое мы должны разделить. Второе число это 2, то на сколько частей мы делим. И называется это число делитель. Результат деления 3 называется частное. Вот вы познакомились с компонентами деления. Делимое, делитель, частное. Ребята, запомните, само действие деления тоже называется частное. Молодцы! Посмотрите, пожалуйста, на слайд. У нас с вами дается 3 ряда, в каждом ряду по 5 цветков. Чтобы узнать, сколько всего цветков у нас изображено, мы должны выполнить действие умножения. То есть мы 3 умножим на 5, и у нас получится 15. А теперь давайте с вами выполним обратное действие. У нас есть с вами 15 цветов. Эти цветы разделили на 3 ряда. И нам нужно узнать, сколько получилось цветов в каждом ряду. Если мы с вами знаем, что 3 умноженное на 5 равно 15, следовательно, если мы 15 разделим на 3, у нас получится 5. Значит, в каждом ряду изображено по 5 цветков. Таким образом, мы выполнили проверку деления. Посмотрите на это задание. Нам дается на слайде пример. 4 умноженное на 3 равно 12. 3 умноженное на 4 тоже будет 12. Давайте с вами вспомним, каким свойством умножения мы воспользовались при решении этого примера. Верно, ребята, молодцы. Мы воспользовались переместительным свойством умножения. И мы с вами знаем, что от перестановки множителей произведение не меняется. Рядом, в другом столбике, мы видим с вами другие примеры. В них выполняется действие деления. Я уже вам сказала, что действие деления – это обратное действие умножения. Посмотрите, когда произведение разделили на один из множителей, то получили второй множитель. То есть 12 разделили на 3, получили 4. Когда 12 разделили на 4, получили 3. Итак, ребята, числа 3, 4 и 12, которые участвовали в делении и умножении, называются числовой семьей. Запомните, ребята, 3, 4 и 12 относятся к числовой семье. Ну а теперь давайте с вами выполним задание. В этом задании нам нужно выполнить умножение и с его помощью дополнить примеры на деление. В первом столбике вам дается образец. 5 умноженное на 4 равно 20. 20 разделить на 5 будет 4. 20 разделить на 4 равно 5. Вы видите, ребята, что когда мы выполняли действие деления, мы произведение делили на один из множителей и получали другой множитель. Переходим к выполнению примеров во втором столбике. 4 умноженное на 8. Вспоминаем, сколько будет? Верно, 32. Теперь нам нужно с вами вставить пропущенные числа в пустые окошечки. Итак, 32. Что мы делаем? Подставляем один из множителей. 4. В результате мы получаем другой множитель. У нас получается 8. 32. Теперь подставляем второй множитель. Делим на 8. И у нас получается другой множитель. 4. Переходим к третьему столбику. 3 умноженное на 9. Верно. Равно 27. В этом столбике нам нужно вставить неизвестное делимое, ребята. Мы с вами знаем, что делимое – это самое большое число. Следовательно, мы поставим в эти пустые окошечки результат умножения, то есть произведение. Произведение у нас было 27, и мы в эти пустые окошечки вставим число 27. 27 делить на 3 равно 9. 27 разделить на 9 будет 3. И приступаем к выполнению заданий в последнем столбике. 5 умноженное на 7 равно 35. Ага. Вспоминаем наше с вами правило. Когда мы произведение делим на один из множителей, у нас получается другой множитель. Следовательно, мы вставим в пустые окошечки каждый раз множители. Итак, 35 разделим на 5. У нас получится 7. А теперь 35 разделим на 7. У нас получится 5. Молодцы, ребята. Я уверена, что вы хорошо справились с заданием. Ну, а теперь вы запишите домашнее задание. Вам нужно будет поработать в рабочей тетради на странице 102. Я уверена, что вы справитесь со всеми заданиями, данными на этой странице. Молодцы, ребята. Спасибо за урок. Добрый день. Сегодня урок познания мира и тема времена года. Перед вами 4 времени года. Мы знаем, что год делится на 12 месяцев. И каждое время года 3 месяца. 3 месяца весна, 3 месяца лето, 3 месяца осень, 3 месяца зима. Почему происходит смена времен года? Потому что Земля движется вокруг Солнца и вокруг своей оси. Каждое время года отличаются друг от друга своими сезонными явлениями. Для весны – это таяние снега, проталины, почки на деревьях, прилет птиц. Для лета – это цветение, созревание плодов, гроза, дождь и жара. Для осени – отлет птиц, дождь, сбор урожая, первые заморозки. Для зимы – это снегопад, иней, гололед и метель. У каждого из нас свое любимое время года. Композиторы, певцы, музыканты, поэты тоже любили писать о временах года. Я предлагаю вам послушать отрывок из пьесы для фортепиано Петра Ильича Чайковского из цикла «Времена года. Октябрь». Послушаем, как она звучит. Петра Ильича Чайковского Петра Ильича Чайковского А вот такая весна у Самеда Вургуна. Весна пришла, мир заново она творит, земля тепла и зелена, и мы цветам, как детям в день рождения, красивые находим имена. А вот такое лето, столько света, столько света, столько зелени кругом, наступило снова лето, и тепло пришло к нам в дом. Почему для всех ребят лето не хватает? Лето словно шоколад, очень быстро тает. А вот такая осень у Аббас-Сахата. Ветер осенний порой дует недели подряд, черные ветки дрожат, желтые листья летят, фрукты дозрели, плоды сняты в холодных садах, и овощами базар весь разноцветный пропах. А вот такая зима у Раима Фархади. Что ты делаешь, зима? Строю чудо-терема, сыплюсь нежным серебром, украшаю все кругом. У зимы не счесть, забот, скоро праздник, Новый год. Давайте вспомним название весенних месяцев. Апрель, май, март. Название летних месяцев. Июнь, июль, август. Название зимних месяцев. Декабрь, январь, февраль. Итак, сделаем вывод по сегодняшнему нашему уроку. Весна, лето, осень, зима – это четыре времени года. Их смена объясняется движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси. Все изменения, происходящие в природе, называются явлениями природы. Явления, связанные со сменой времен года, называются сезонными. Домашнее задание в учебниках страницы 44-45 вы познакомитесь с материалом, с темой и еще раз вспомните о сегодняшнем разговоре. А также в тетради вам предстоит записать основные признаки времен года. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин